Всем привет! Меня зовут София. Сегодня я расскажу вам про биологическую такую перспективу, все истории, о которой мы будем дальше говорить. Я тоже работаю вместе с ребятами в проекте по нейромоделированию. По образованию я биолог. Сегодня мы поговорим с вами... Вообще сегодняшняя лекция призвана дать вам некоторый биологический бэкграунд и рассмотреть дневную систему как часть более сложной системы и как продукт эволюции. Мы поговорим немножко о критических клетках, о нейронах и аглии, о том, какие свойства нейронов позволяют им выполнять их функции, о том, как нервные клетки и другие клетки внутри нервной системы взаимодействуют между собой, о том, какие функции выполняет нервная система, о том, что отдает ее от других систем организма. Также мы обсудим основные принципы того, как работает вообще нервная система, о том, как она взаимодействует с другими системами организма. Мы поговорим о том, как эта система эволюционировала и обсудим некоторые интересные кейсы из немодельных организмов. Немножко поговорим о сознании, эмоциях и всяких других интересных вещах. В конце немножко обсудим, что еще неизвестно в этой области. Лекция будет разделена на такие небольшие блоки, и в конце каждого блока можно задавать вопросы. Эукариотическая клетка. Слово эукариотическое обозначает, что это клетка, в которой генетическая информация содержится в специальной органели, именно в ядре. Вот оно здесь нарисовано. Бывают еще трокариотические клетки. В принципе, это клетки бактерий и архей. У них нет ядра, и генетический материал просто плавает в цитоплазме. Но в этом курсе нас интересуют клетки животных, а это эукариотические клетки. На слайде изображен такой некоторый генерализованный случай. Клетки растений и грибов будут немного отличаться. У них есть разные дополнительные компоненты. Мы на этом останавливаться не будем. У клеток животных тоже могут присутствовать некоторые дополнительные компоненты, которые здесь не изображены. Но это самый общий случай. Эти компоненты есть более-менее всегда. Основные вещи, которые нужно здесь отметить, это уже ядро, как было сказано. Еще раз покажу на него. Здесь хранится генетическая информация. Это ДНК, свернутая в хромосомы. Клеточная мембрана ограничивает клетку от внешней среды. Цитоплазма — это, по сути, клеточный такой бульон внутри клетки, в котором вода и все растворенные в ней вещества находятся вместе. Метахондрии — это своего рода энергетические станции клетки. Здесь происходит активный метаболизм. ЭПР — эндоплазматический ретикулум и ГОЛДЖИ — это системы внутримембранных каналов или пузырьков. Здесь происходит синтез всяких разных-разных веществ. И может происходить их экскреция наружу посредством пузырьков, которые отпочковываются. Соответственно, не знаю, тут не нарисованы эти пузырьки, но вот тут нарисованы пузырьки. Они могут отпочковываться, сливаться с мембраной, и тогда секретируемые вещества выделяются наружу. Здесь также не очень нарисованы рибосомы, но есть еще рибосомы. Они вот тут такие маленькие. На них происходит синтез белков. Они могут быть пристыкованы к эндоплазматическому ретикулуму, и тогда эти белки будут синтезироваться как бы внутрь эндоплазматического ретикулума. Соответственно, после этого они могут оказаться внутри пузырьков, которые отпочковываются от него. И таким образом эти белки могут быть выведены наружу из клетки. И последнее, что тут можно отметить, еще это центриоли. Они отвечают за организацию цитоскелета при делении и за формирование жгутиков в тех случаях, когда жгутики есть у клетки. В процессе развития всех многоклеточных животных сначала организм состоит лишь из одной клетки, это яйцо или зигота, которое дробится и в общем случае образует сферу. Вы можете видеть на этом видео. Такая сфера называется бластулой. В дальнейшем эта структура начинает усложняться в своем строении, у нее появляются дополнительные слои, которые по-другому называются зародышевые листки. Это слои клеток, и они могут образовываться путем впячивания частей этого шарика внутрь или путем иммиграции клеток. У позвоночных в конце стадии двухслойного зародыша, которое по-другому называется гастролой, на будущей спинной стороне этого зародыша группа клеток начинает впячиваться внутрь по всей длине, вот она обособляется, начинает впячиваться, то есть это как бы срез перпендикулярно продольной оси, мы сейчас смотрим справа. И получившаяся канавка углубляется и постепенно замыкается сверху, что приводит к образованию нервной трубки внутри этого зародыша. Вот это нервная трубка, которая связана как бы поперек. Эти клетки, которые клетки нервной трубки, а также клетки нервного гребня, в конечном итоге формируют всю, абсолютно всю нервную систему взрослого позвоночного. Сейчас мы смотрим на такой условный вид сбоку получившейся нервной трубки путем впячивания. Далее в ходе развития она начинает дифференцироваться в направлении от головы к хвосту на такие сегменты. И разные отделы этой нервной трубки становятся разными отделами центральной нервной системы. Обособляется будущий головной и спинной мозг постепенно. И различные отделы головного мозга начинают приобретать специфические для них черты строения. Процесс эмбрионального развития, и в частности органогенез, это невероятно сложный и не совсем до конца изученный процесс. Вы, наверное, примерно можете оценить, насколько сложной должна быть регуляция процесса, в котором из одной клетки получается мышь или человек или слон. И этой теме развития нервной системы и органогенеза вообще будет посвящена отдельная лекция. Теперь поговорим про нейроны. Основными функциональными компонентами клеточного уровня в нервной системе являются нейроны. Про это, скорее всего, все знают. И в следующей лекции вы будете уже знакомиться с подробностями функционирования нервной клетки, такими детальными. Но для сегодняшнего разговора нам нужно некоторое базовое понимание терминов. Итак, нейрон, как и большинство клеток животных, имеет ядро и митохондрии, и все остальное, о чем мы там говорили. Ядро располагается в теле нейрона, но помимо тела у нейрона есть еще и отростки. Это один длинный аксон и множество более коротких – это дендриты. Для улучшения свойств электропроводимости у аксонов часто есть своего рода изоляция. Эту изолирующую, вот она тут нарисована, эту изолирующую, по-другому называемую, миелиновую оболочку создают другие клетки, это глиальные клетки. С точки зрения передачи сигнала, аксон является как бы передающей стороной, а дендриты и тело нейрона – принимающей. То место, где осуществляется передача импульса с одной клетки на другую, называется синапсом. Существует несколько основных формально выделяемых морфологических типов нейронов у позвоночных, и они перечислены на слайде. Однако эта классификация отнюдь не покрывает все их разнообразие, их можно классифицировать очень дробно и по морфологии, и по функциям, и по другим параметрам, и об этом также будет более подробно рассказано в следующей лекции. Однако вот вам иллюстрация того, какие нейроны вообще бывают разные. Мы видим, что разнообразие очень велико, и, пожалуйста, не думайте, что это все варианты, какими они бывают. Здесь можно задать вопросы, если они есть. Нейроны, как я уже сказала, являются узкоспециализированными клетками, и сейчас мы поговорим о том, какие же особенности их строения позволяют им выполнять их функции в нервной системе. Во-первых, они электрически возбудимы и способны к проведению сигнала. Это происходит за счет изменения разности потенциалов на мембране, которая может перемещаться. Это происходит за счет того, что особые ионные каналы на мембране чувствуют это изменение на близких к ним участках, открываются, ионы начинают перетекать с одной стороны мембраны на другую, что приводит к изменению разности потенциалов уже в данной области, и таким же образом оно волнообразно передается дальше по всей длине выроста нервной клетки, например, аксона. Тут приведены некоторые иллюстрации этого процесса. Существуют и другие типы электрически возбудимых клеток, помимо нейронов, но у них отсутствуют некоторые другие свойства, которые присущи только нейронам. Среди других типов электрически возбудимых клеток можно выделить мышечные клетки, все мышечные клетки, способные к возбуждению, и некоторые эндокринные клетки, например, бета-клетки, выделяющие инсулин. Следующее свойство, которое очень важно для нас, это так называемый принцип «все или ничего». Согласно этому принципу, сила, с которой нервная или мышечная клетка отвечает на стимул, не будет зависеть от силы данного стимула. Если его сила превосходит некоторое пороговое значение, то нерв или мышечная клетка дают полноценный ответ. А если не превосходит, то никакого ответа не будет. То есть потенциал действия это всегда полный ответ. Не бывает сильного или слабого потенциала действия. Этот принцип позволяет минимизировать вероятность того, что информация как-то потеряется на пути передачи. Для чуть более хорошего понимания можно сравнить этот принцип с выстрелом из ружья. Сила выстрела не будет зависеть от того, с какой силой вы нажали на курок. Вы нажали на него либо достаточно сильно, либо недостаточно. Нервные клетки — это большие клетки. Это еще одно важное их свойство. Например, гигантский аксон кальмара — это одна из самых крупных нервных клеток в животном царстве. Эти аксоны могут быть до 1 мм в диаметре, то есть его прям видно, он такой толстенький, и почти метр длиной. Эти свойства гигантских аксонов кальмара позволили ученым изучить многие важные детали функционирования нервных клеток на их примере. Самые длинные нейроны в истории жизни на Земле достигали, вероятно, длины до 50 метров. Это были чувствительные нейроны хвостов самых длинных позвоночных, это некоторые из ящеротазовых динозавров, такие как амфицелии, жившие около 150 миллионов лет назад. Нервные клетки имеют много выростов, не только аксоны, но и дендриты, и это позволяет им связывать удаленные цели и образовывать сложные сети, которые являются основой функционирования нервной системы как системы. Некоторые, я бы сказала, большинство у нас, по крайней мере, нервных волокон, электрически изолированы за счет глиальных клеток, мы уже немножко об этом говорили, это обеспечивает возможность сальтоторного или скачкообразного проведения импульса. Такой тип проведения нервного импульса является более быстрым и энергоэффективным. Изменение разности потенциалов в случае скачкообразного проведения происходит не на каждом соседнем участке последовательно, а с перескоком через изолированные промежутки. Области, которые свободны от оболочки, называются перехватами ранвье, вот они тут так нарисованы, и они располагаются всегда примерно на одном расстоянии друг от друга, плюс-минус. Именно за счет такого перескакивания обеспечивается более высокая скорость и снижаются затраты энергии на передачу. Также такой способ позволяет предотвратить потерю сигнала из-за диффузного распространения по мембране. Предлагаю задать вопросы. У меня есть вопрос по поводу длины аксона. Получается, длина аксона, она варьируется, это понятно, а с чем она может быть связана и на что она вообще влияет? Ну, длина аксона зависит от того, на какой конкретно нейрон мы смотрим. Если это какой-то нейрон, который находится внутри, допустим, коры головного мозга, ему нужно связаться с соседней, ну, не с соседней клеткой, а с какой-то клеткой, которая находится там в соседнем участке, условно говоря, то это будет там, ну, не знаю, не очень длинный аксон, там несколько сантиметров может быть. Но если это вот, например, чувствительные волокна, которые находятся у вас в пятках, то это будет целый прямо такой длинный отросток, который может быть длиной, там, не знаю, метр или больше. То есть зависит от того, какая функция у конкретной клетки. А влияет это, ну, как бы, на то, с какой скоростью будет сигнал передан. Ну, и на то, насколько большая вероятность, например, травмы. Много на что влияет. Хорошо, спасибо. Ладно, тогда, если больше вопросов нет, то пойдем дальше. Я уже упоминала. А можно еще вопрос? Да, конечно. А вот вы сказали, что скачкообразное распространение помогает избежать потерь или что-то такое. Можно немножко подробнее вот про потери и вот это все? Откуда? Ну, так, да. Я сказала, что обеспечивается более высокая скорость и снижается затрата энергии на передаче. А также, ну, если нету такой изоляции, то потенциал может распространяться диффузно. То есть как бы он будет расползаться немножечко так в разные стороны. И изоляция позволяет избежать этого. затраты энергии меньше потому, что для того, чтобы поддерживать потенциал покоя на мембране, вам постоянно нужно перекачивать ионы с одной стороны мембраны на другую. И этот процесс как бы активный, он энергозатратный. И, соответственно, если у вас меньше каналов задействовано в процессе, то и меньше энергии будет потрачено. Хорошо, спасибо. Так. Я уже немножко говорила про глиальные клетки, и сейчас мы поговорим про них немножко подробнее. Глия — это второй из основных компонентов нервной системы, выполняющий в целом такую вспомогательную функцию, но без нее бы вообще ничего не работало. Глия обеспечивает таким функцией, как питание нейронов, электроизоляция, о которой сейчас только что говорили. Они выполняют регуляторную функцию, они помогают обеспечить правильное направление миграции в процессе развития, а также эти клетки участвуют в процессах, обеспечивающих пластичность и регенерацию во взрослом состоянии, то есть после каких-то травм. Существуют следующие основные типы глиальных клеток. Слева у нас глия, которая в центральной нервной системе, справа — периферическая. Значит, первый тип — это пендимные клетки или пендимоциты. В центральной нервной системе они располагаются и выполняют опорную, разграничительную и секретарную функции. Например, они выстилают желудочки мозга. Олигодендроциты — это клетки, главная функция которых предоставляет изоляцию аксонам нейронов в центральной нервной системе. И в этом случае один такой олигодендроцит может обслуживать до 50 аксонов. Увидите, что у него много-много таких отростков. Это отличает олигодендроциты от клеток, которые создают миелиновую оболочку в периферической нервной системе. Это швановские клетки. В этом случае одна клетка обслуживает только один аксон. Астроциты — это тип нейроглянной клетки из вёздчатой формы с многочисленными отростками. Их функции тоже опорные и разграничительные. Они поддерживают нейроны и разделяют их своими телами на такие группы или компартменты. Также они выполняют трофическую функцию. Это функция питания нейронов и гомеостатическую. Это значит поддержание постоянства среды, постоянства состава межклеточной жидкости. Они участвуют в росте нервной ткани и миграции нейронов в эмброгенезе и во взрослом состоянии. А также астроциты имеют репаративную функцию выполняют репаративную функцию при повреждении. Ой, случайно. И они могут воздействовать на активность, на работу самих нейронов. Микроглия — это следующий тип клеток глии в центральной нервной системе. Это резидентные иммунные клетки. Резидентные — это значит, что они находятся именно там, в центральной нервной системе. они являются первой и основной стадией иммунной защиты в центральной нервной системе. То есть это макрофагии центральной нервной системы. Периферическая нервная система. Значит, здесь есть сателлитные глиоциты, так называемые. Это глиальные клетки, которые покрывают тела нейронов в ганглях, которые находятся вне центральной нервной системы. Ганглии — это как бы скопление нервных клеток. Они выполняют множество разных функций, в смысле не ганглии, а вот эти вот сателлитные клетки, в том числе также контроль микросреды в этих ганглях. И считается, что их функция аналогична функции астроцитов в центральной нервной системе. Швановские клетки — это клетки, образующие миелиновую оболочку в периферической нервной системе. Также они могут участвовать в разрушении миелиновой оболочки и выполняют еще и опорную функцию, то есть они поддерживают аксон и питают тело нейрона, то есть это графическая функция. Не знаю, можете задать вопросы про глию. Это был короткий сегмент. Возможно, я пропустила, когда вы это говорили, но что включает в себя центральная нервная система, что включает в себя периферическая? Я расскажу про это еще дальше, но в целом, на самом деле, мне казалось, что может быть достаточно очевидно из названия. Центральная нервная система — это головной мозг и спринной, то есть это такая централизованная нервная ткань, которая занимается высокоуровневой обработкой. А периферическая нервная система — это, по сути, как бы нервы и какие-то небольшие скопления нервных клеток. Но про это я еще дальше расскажу. Хорошо, спасибо. Теперь поговорим про то, как различные компоненты, клеточные компоненты нервной системы могут взаимодействовать между собой. Первый тип взаимодействия, о котором мы поговорим, это щелевые контакты. Они представляют собой, по сути, такой микроканал в мембране, который соединяет цитоплазмы двух клеток между собой. Этот канал очень узкий, он позволяет проходить через него лишь ионом и очень маленьким молекулам. Через такие каналы возможно также проведение электрического импульса. И области таких щелевых контактов между двумя нейронами называют электрическими синопсами. Нервные клетки могут взаимодействовать между собой, а также с глиальными клетками посредством щелевых контактов или полуканалов. Щелевые контакты, повторюсь, это области сближенных мембран двух клеток, где присутствуют особые интегральные белки, то есть белки, встроенные в мембрану. Шесть таких белков одинаковых образует один канал, который проходит сквозь мембрану. Каждый такой канал в щелевом контакте стыкуется с таким же каналом на мембране другой клетки, и в итоге получается общий канал, который связывает цитоплазмы двух клеток. А также бывают полуканалы, которые не стыкуются соответственно с таким же каналом на другой мембране. Такие каналы также присутствуют на глиальных клетках, не только на нейронах, и они могут образовывать щелевые контакты между клетками глии. Вот здесь схематически обозначено. Через них может осуществляться прямая передача внутриклеточных сигналов. Также, как я уже говорила, бывают полуканалы, не стыкованные с таким же каналом на другой клетке. Они позволяют клеткам глии, например, регулировать состав межклеточной среды и влиять таким образом на функционирование нейронов, что здесь схематически изображено. Тут немного всего нарисовано, но смысл примерно такой общий. Также здесь показано, что глиальные клетки захватывают из неклеточной среды различные вещества. Например, это нейромедиаторы, вот это здесь как бы нарисовано, которые выделяются нейронами. И это тоже очень важная регуляторная функция, которую выполняет глия. Ключевым процессом рабочей нервной системы и наиболее широко известным типом взаимодействия в нервной системе является химический синапс. Синапсы такого типа основные в нервной системе. Электрические тоже используются, но в меньшей степени. Вы будете подробно знакомиться уже с функционированием химического синапса на следующих лекциях. Сегодня я расскажу самое основное. В теле присинаптического нейрона присинаптический — это нейрон, который передает сигнал. То есть присинаптический — это как бы расположенный до синапса. В теле этого нейрона синтезируется нейромедиатор. Он транспортируется внутри пузырьков к окончанию аксона и накапливается там. Здесь схематически изображено. При приходе потенциала действия мембраны пузырьков сливаются с клеточной мембраной синаптической щели, и этот медиатор оказывается снаружи. Просланство в синаптической щели очень узкое, и эти сигнальные молекулы быстро дефондируют к специальным рецепторам на мембране постсинапса. Это значит после синапса, постсинаптическая мембрана. И да, это может быть или другой нейрон, например, или мышечная клетка, или железа. Это связывание вызывает открытие некоторых ионных каналов, изменение электрического потенциала уже на этой мембране, и, соответственно, передачу импульса далее. Еще один тип взаимодействия — это контакты между клетками. В данном случае речь идет про адгезивные контакты за счет белков со внешней стороны клеточной мембраны. Что имеется в виду? По сути, клетки как бы щупают друг друга этими мембранными белками, и в некоторых случаях образуют при помощи них достаточно плотные связи. В некоторых других случаях, если белки как бы не подошли друг к другу, скажем так, это взаимодействие, наоборот, будет приводить к отталкиванию клеток. Все зависит от того, какой же именно сигнал передается в клетку со внутренней стороны мембраны при таком связывании. У таких мембранных белков есть внеклеточная, трансмембранная — это значит находящаяся внутри мембраны, и внутриклеточная части. Когда внеклеточная часть связывается с чем-то снаружи, то это приводит к изменению конформации всего белка в целом. И что, в свою очередь, приводит к передаче сигнала внутрь клетки, поскольку на внутриклеточном домене, на внутриклеточной части белка тоже происходит изменение конформации. И это приводит к передаче внутрь клетки самых разных сигналов, которые могут менять ее поведение. Помимо всего перечисленного, существуют также гормональные, или эндокринные, или, по-другому, гуморальные взаимодействия. Мозг может регулировать свою активность при помощи гормонов. Это факторы, которые секретируются в одном месте и передаются в другое место абсолютно через кровоток. У нас в мозге есть несколько основных эндокринных желез. Это эпифис, гипофис и гипоталамус. Например, эпифис секретирует гормон мелатонин, который регулирует цикл засыпания и бодрствования. Гипоталамус секретирует окситоцин. Это гормон, который связан с сексуальным поведением, распознаванием в социуме, формированием социальных связей и прочими вещами подобными. А гипофис секретирует, например, адренокортикотропный гормон, который связан со стрессом и он регулирует выработку кортизола уже корой надпочечников. Это другая железа, не в мозге располагающаяся. Есть ли вопросы по этой части? Ладно. Теперь тогда поговорим о нервной системе уже как о системе. Функцией нервной системы является быстрая интеграция входящих сигналов из внешней среды организма и обеспечение координированного и адекватного ответа со стороны организма. То есть, например, если мы чувствуем, что горячая поверхность, нужно отдернуть руку быстро, иначе можно обжечься. Или, если, например, свет очень яркий, то нужно, чтобы зрачок сузился, чтобы не повредить сетчатку. Существуют и другие системы, которые обеспечивают адекватность ответа организма на внешний среду. Например, это эндокринная система. Эндокринная система — это, собственно, железы, которые регулируют деятельность организма при помощи гормонов. Кроме того, стоит помнить, что даже одноклеточные организмы вообще-то способны реагировать на различные раздражители, хотя у них и нет нервной системы. Основное отличие нервной системы от других систем организма — это способность к возбудимости. Она передает и обрабатывает сигналы гораздо быстрее, чем эндокринная за счет того, что здесь работают абсолютно другие механизмы передачи. Саблицы перечислены и другие отличия двух систем относительно их общей функции. Нужно понимать, что практически любой ответ организма на какие-то внешние раздражители будет вызван комбинированной работой этих двух систем, а не только какой-то одной. Вот, собственно говоря, нервную систему можно разделить на центральную и периферическую. Я буду, наверное, центральную называть ЦНС, это центральная нервная система просто для краткости. Название, наверное, говорят сами за себя, но повторюсь, что центральная нервная система это головной и спинной мозг, а периферическая это все остальное, то есть это нервы и ганглии, которые находятся в теле вне центральной нервной системы. Ганглии, повторюсь еще раз, это скопление нервных клеток или по-другому нервный узел. ЦНС выполняет функцию интеграции и обработки всей входящей информации и контроль за всеми сигналами, которые отправляются в органы. А периферическая нервная система это такое сообщающее звено между органами и ЦНС и она передает информацию в обе стороны от органов к ЦНС и от ЦНС к органам. ЦНС состоит из головного и спинного мозга. В головном мозге выделяют множество разных отделов. Если говорить максимально общими словами, то замышление, восприятие и осознанное действие отвечает кора больших полушарий, это вот это с извилинами, по-другому называется новая кора. Остальные более глубокие структуры вот здесь расположены. Сюда входит средний и задний мозг, мозжечок, продолговатый мозг, который переходит в спинной постепенно. Они являются эволюционно гораздо более древними структурами и они обеспечивают регуляцию жизненно необходимых функций, такие как сердцебиение, дыхание, пищеварение, различные рефлексы, координация движений и прочее. Периферическая нервная система бывает соматическая и автономная. Соматическая это та часть периферической нервной системы, которая отвечает за осознанный контроль движений тела посредством скелетной мускулатуры. То есть это просто самое обычное движение. Соматическая нервная система состоит из чувствительных волокон, по-другому называемых сенсорные нервы и двигательных волокон. Это моторные нервы. Соответственно, чувствительные волокна передают в мозг тактильные и всякие другие сигналы от тела, которые мы можем ощутить, а двигательные передают команды скелетным мышцам, которые осуществляют уже осознанное движение. Автономная нервная система, про нее в правой части, это система раньше называлась вегетативная нервная система. Это часть периферической системы, которая иннервирует все то, что нам не подконтрольно. Это гладкая мускулатура внутренних органов, железы, сердца и так далее. Повторюсь, автономная нервная система регулирует базовые жизненные функции, которые сознанию доверять нельзя. Это, например, частота сердечных сокращений, пищеварения, дыхания, секреция различных гормонов и так далее. Автономная нервная система бывает, она бывает, имеет такое функциональное и анатомическое разделение на симпатическую и парасимпатическую нервную систему. Здесь на этом слайде синим обозначены парасимпатические нервы, а красным симпатические и ганглии. Основное функциональное проявление симпатической нервной системы это стимуляция ответов как бей или беги. То есть это позволяет распределить ресурсы организма в ответ на какой-то резкий стрессовый раздражитель, когда нужно быстро действовать, решительно и с целью выживания, например, убегать от хищника. Парасимпатическая система регулирует процессы, которые должны работать в покое. Это пищеварение, сексуальное поведение. Несмотря на то, что эти две системы как бы казалось являются антагонистами и противодействуют друг другу, возможно, любой адекватный ответ организма на внешнюю среду на самом деле обуславливается совместной работой этих двух систем. То есть нельзя сказать, что, например, сейчас работает только эта система или другая, они на самом деле работают обе всегда. Работа нервной системы должна обязательно интегрироваться с работой всех других систем организма. Поэтому посмотрим на некоторые примеры. В качестве примера интеграции рассмотрим регуляцию кровяного давления. Во-первых, здесь принимает участие барорецепторный рефлекс. Барорецепторы или рецепторы давления, расположенные, например, в аорте и в каротидном синусе, это сонная артерия, они детектируют изменение кровяного давления и они отправляют сигналы в специальную область стволе мозга, которая через нервы автономной нервной системы регулирует кровяное давление. Она меняет силу и скорость сердечных сокращений, а также сопротивление стенок сосудов. Также контролем кровяного давления занимается так называемая ренин-ангиотензиновая система. Здесь дело в том, что когда давление в сосудах почек падает, то почки выделяют в кровоток ренин. Это такой фермент, который начинает циркулировать в крови и он конвертирует предшественник гормона ангиотензина в сам ангиотензин. Ангиотензин это очень мощный эндогенный такой агент, вызывающий сужение сосудов. Он синтезируется в основном в печени. Сужение сосудов собственно приводит к тому, что давление повышается. В ответ на присутствие ангиотензина или еще в ответ на высокий уровень калия, например, крови из коры надпочечников выбрасывается еще один гормон, это альдостерон. Он стимулирует удержание в почках ионов натрия и усиливает экскрецию калия. Эти ионы как бы обмениваются друг на друга. Поскольку натрий — это основной ион, который определяет количество жидкости крови за счет осмоса, вместе с натрием удерживается и большее количество жидкости, и вследствие этого давления также поднимается. при достижении нормального давления секреция ренина почками подавляется и, соответственно, весь этот процесс тормозится. Помимо этого, есть еще барорецепторы в зонах низкого давления, это различные вены, они могут стимулировать выработку гормонов, также регулирующих работу почек. Гипоталамус в мозге, например, вырабатывает вазопрессин, коран от почечников вырабатывает альдостерон, причем стимуляция выработки альдостерона может быть достигнута как гормонально, как мы уже говорили выше, так и за счет симпатических нервных волокон, которые приходят в эти железы из мозга. Реакция Бей или Беги, мы уже немножко о ней упоминали, это еще один пример сложной координации регуляторных систем организма. Здесь задействован симпатический ответ нервной системы и сложные гормональные взаимодействия. Взаимодействие нервной и гормональной регуляции приводит к тому, что вырастает частота сердечных сокращений, расширяются зрачки, тормозится пищеварение, в некоторых случаях расслабляется мочевой пузырь и происходит еще очень много чего. Изначальный такой быстрый ответ на опасность призван мобилизировать ресурсы организма с целью спастись, убежать или, например, дать отпор, поэтому называется Бей или Беги реакция. Именно из-за этого эффекта говорят, что, например, лезть в гораздо более серьезные физические препятствия, например, какой-то высокий забор или влезть на дерево. Есть ли у вас вопросы по предыдущей части? Если нет, то тогда поговорим о революции нервной системы. То самое свойство возбудимости нервных клеток, о котором мы уже говорили и который является основной функцией нервной системы, оно не является уникальным для нервных клеток и вообще для клеток животных оно не является уникальным. Возбудимость это универсальное такое свойство всех живых клеток и присуще и растениям и даже бактериям. Растения способны передачи сигналов внутри организма за счет потенциалов действия. Отличие только в том, что у них нету специализированных тканей, которые бы занимались исключительно передачей сигналов, как это происходит у животных. Нервная система разных типов многоклеточных животных устроена очень по-разному. Бывает диффузная нервная система, бывает лестничная, стволовая и так далее, но можно заметить некоторые общие паттерны здесь. Это тенденции к централизации и цифилизации. Цифилизация это значит большее скопление нервной ткани ближе к голове. Это связано, как правило, с привязкой к органам зрения. Этот эволюционный тренд привел к появлению головного мозга у некоторых групп животных. Сюда относятся хордовые, моллюски, а также щеленистоногие. Можно сказать, что у них есть головной мозг. в этих группах животных крупные головные ганглии появились независимо, что отражает некоторые общие черты их среды обитания. В том смысле, что в их среде есть верх и низ, им нужно двигаться в сторону еды, нужно смотреть в сторону еды и так далее. Здесь нарисовано небольшое такое дерево беспозвоночных и, точнее, многоклеточных животных, и на нем можно видеть примерно, где мы находимся относительно всех остальных, кто здесь появился на картинке. Это просто так, для общего представления. Это еще один слайд для того, чтобы ориентироваться, где мы находимся уже на более крупном дереве, где есть все эукариоты. Здесь и растения, и грибы, и вот мы тут в виде рыбки присутствуем. И там куча-куча еще много разных всяких, которые вообще обычным людям непонятно, кто они такие. Теперь поговорим про мозги позвоночных. Мозг всех позвоночных устроен по одному базовому принципу, все основные отделы присутствуют во всех группах, однако есть и уникальные для некоторых групп структуры, например, уникальные структуры, появившиеся у млекопитающих, и которая получила очень сильное развитие у некоторых из них, в частности, это приматы, китообразные и хоботные. Эта структура это неокортекс, о которой мы говорили на слайде про мозг, или по-другому она называется новая кора. Это та самая структура, которая отвечает за когнитивные процессы и высшую нервную деятельность у млекопитающих. Нужно отметить здесь, что сходные функции в других группах позвоночных могут выполнять другие структуры. Например, у тех птиц, которые обладают развитыми когнитивными способностями, например, врановые или разные попугаи, вместо неокортекса присутствует другая структура переднего мозга. И тут считается, что у них, ну, поскольку их когнитивные способности считаются сравнимыми с приматами, то возникает вопрос, как же при относительно маленьком объеме мозга у них достигаются такие параметры. И считается, что у них более высокая плотность нейронов в мозге и, возможно, более высокая эффективность работы сетей. То есть, этот вопрос тоже интересно изучать. Теперь поговорим о черепно-мозговых нервах и о том, что они нервируют. Наши далекие водные предки когда-то имели несколько пар жабер, так же, как и современные акулы. И каждую из этих жаберных дуг иннервировал отдельный черепно-мозговой нерв. В процессе эволюции произошло много изменений, и жабры стали не очень нужны, зато стали нужны хрящи гортани, ушные кости и некоторые элементы лицевого черепа. А эволюция работает с тем, что у нее есть, поэтому все те же нервы ассоциированы уже с претерпевшими сильные морфологические изменения и не только морфологические, но и функциональные изменения с этими элементами. Практически все черепно-мозговые нервы, которые есть у акул, есть и у нас. Кроме того, они продолжают нервировать все те же самые эволюционные те же самые структуры, часть из них изменилась до неузнаваемости, правда, и эти нервы продолжают выходить из мозга все в том же порядке, то есть у них те же номера. Небольшое лирическое вступление по поводу оптимизации в живых системах. Многие думают, что живые организмы совершенны и что они идеально приспособлены к своей среде, но на самом деле это не так. В эволюции прокатывает все, что сработало как-то, и зачастую решения неоптимальны или они достигаются путем правой рукой за левое ухо. Причина в том, что эволюция не может сделать вдруг из ничего, что-то принципиально новое, она работает с тем, что уже есть путем постепенной модификации. И хорошая иллюстрация этого — это гортанная ветвь блуждающего нерва, которая у млекопитающих, в том числе, и у нас с вами иннервирует, в том числе гортань. У акул, как раньше мы видели, этот нерв обслуживает одну из жаберных дуг. Также было и у наших далеких первично-водных предков. Впоследствии эта жаберная дуга превратилась в гортань. Сердце и дуги аорты у акул и у наших далеких предков располагаются примерно там же, то есть близко очень, и поэтому тот факт, что данный нерв проходил под дугой аорты, был не очень удивителен. Это все было примерно в одном месте. Однако позднее в процессе эволюции появилась шея, она удлинялась, сердце ушло в грудную клетку, а то, что получилось из жаберных дуг, то есть в щи гортани, все это осталось в голове. Однако возвратная гортанная ветвь блуждающего нерва все так же, как и раньше, продолжает огибать ту самую дугу аорты. Вот здесь вот. Для этого нерв сначала спускается из головы в грудную клетку, затем он поднимается обратно к голове. У жирафа, например, это путь в несколько метров, когда на самом деле расстояние до цели этого нерва от мозга всего несколько сантиметров. В истории жизни на Земле были и более экстремальные случаи. Теперь мы обсудим некоторые другие любопытные темы, а вы можете задать вопросы по предыдущей. Как я уже упоминала, возбудимость и способность передачи электрических сигналов это не уникальное свойство для животных. Здесь вы видите, возможно, знакомое вам защитное движение мимозы стыдливой, она может сворачивать свои листья при прикосновении. И этот быстрый ответ обеспечивается распространением электрических импульсов по проводящей системе растения. На данном видео можно видеть непосредственно процесс распространения сигнала в тканях растения. Сигналом в данном случае являются волны кальцины. Такое динамическое окрашивание, как здесь на видео, возможно за счет взаимодействия этих ионов с специальным флуоресцентным белком. кальциевые волны распространяются в ответ на повреждения и защитные механизмы запускаются в тех частях растения, куда приходит такая волна. Интересно, что сенсорами этого сигнала выступают белки, чувствительные к глутамату и гомологичные глутаматным рецепторам животных. Глутамат является одним из основных нейромедиаторов у нас. И вот эти самые белки рецепторы являются ионами кальция и обеспечивают дальнейшее распространение сигнала по телу растения и запуск тех самых защитных механизмов. Электрический сигнал настолько универсален, что его можно наблюдать даже в колониях бактерий. В исследовании, с которого взята эта анимация, было показано, что колония бактерий способна синхронизировать циклы роста и деления при помощи электрических сигналов, что позволяет им оптимизировать рост всей колонии в целом. Было также показано, что обмен информацией таким способом невозможен в культурах, у которых произошла мутация по калиевым каналам. Эти каналы в данном случае и обеспечивают сигналинг. Существует много интересных кейсов в животном мире, которые позволяют нам более широко взглянуть на вопросы о том, как происходит восприятие и обработка информации в мозге. Мы привыкли воспринимать мир в основном как визуальное изображение, однако это далеко не единственный способ, как можно воспринимать действительность. Многие животные пользуются совсем другими инструментами. И классический пример этого — это эхолокация у летучих мышей. они реально видят при помощи слуха и строят в голове карту окружающего мира, при помощи которой ориентируются так же, как мы запоминаем окружающее пространство, только они это делают на слух. Некоторые змеи могут видеть тепло при помощи специальных углублений, расположенных у них на голове. На дне такого углубления располагаются чувствительные клетки, которые способны воспринимать инфракрасное излучение, но не как свет, а как тепло. И белок, рецептор, отвечающий за это восприятие, гомологичен тому, который у нас активируется, когда мы пьем что-то горячее или, например, едим острый перец. И при помощи данного механизма змеи могут очень хорошо видеть жертву в абсолютной темноте. Раньше в целом считалось, что животные и человек принципиально отличаются, что животные не обладают сознанием и эмоциями и являются просто выживающими автоматами. В последние десятилетия, однако, накопилось огромное количество документированных научных свидетельств, что это, скорее всего, не так, и в реальности все намного сложнее и интереснее. Вопросы сознания и восприятия очень трудно изучать, но существуют некоторые известные подходы. Вот один из классических таких бихевиористских экспериментов — это так называемый зеркальный тест. в общем виде он заключается в том, чтобы нанести цветовую или другую метку на животное так, чтобы эту метку не видела и не могло почувствовать никак, а затем предоставить животному зеркало. Если после этого оно начинает пытаться себя почистить или проверить, что там такое, то считается, что животное осознает, что видит в зеркале себя, а значит, у него существуют понятия «я» и самоосознание. Многие животные прошли этот тест в связи с неудивительным образом высшие приматы, то есть наши ближайшие родственники слоны, собаки, которые прошли, однако, модифицированный для собак тест, они воспринимают себя и других членов своего сообщества по обонянию, а не по зрению, и поэтому тест для них пришлось адаптировать. Также тест прошли вороны, вороны, сороки и так далее. И в этой области очень много что предстоит еще изучить. Природа эмоций у животных считается сходной с таковыми, с таковой у человека и, вероятно, они эволюционировали таким же способом. Тесты показывающие различные когнитивные искажения, свойственные человеку, а также чувство оптимизма и пессимизма и многое другое было показано на очень разных видах, в том числе на крысах, собаках, кошках, макаках, овсах, свиньях и всяких разных птицах. Приматы в том числе, в частности высшие приматы это наши ближайшие родственники, они способны к эмпатии и демонстрируют так называемую theory of mind. это, ну, в принципе не очень переводится на русский, это способность моделировать в голове психологическое состояние других членов своего сообщества, это, например, когда ты понимаешь, что твоему другу грустно. Быстро растущий объем экспериментальных свидетельств заставляет задуматься над тем, что даже рыбы имеют гораздо более сложные когнитивные способности, чем мы когда-либо могли предположить, а также эмоциональное состояние, сходное с таковыми у других позвоночных, которых мы привыкли называть высшими. В мире науки много не до конца понятных вещей и совершенно непонятных. Мы до сих пор, несмотря на весь прогресс, не знаем точно, как именно мозг порождает разум. Точные детали того, как именно происходит процесс обучения, поддержание памяти, сенсорной интеграции и так далее, тоже во многом неизвестны. здесь есть и чуть более философские вопросы, зачем нам нужны эмоции, например, или что такое сознание, какая функция у сознания и какое эволюционное преимущество от всех этих вещей, или же это просто побочный продукт очень сложной системы, которая присутствует. также вопросы, касающиеся того, как животные воспринимают реальность. Вопросов очень много. Это все? Теперь можно еще какие-нибудь вопросы. А вот у меня вопрос про нейромедиаторы. Это получается малые молекулы или нет? Да, но они бывают разные. Про это тоже будет более подробно рассказано на одной из следующих лекций. Хорошо, спасибо. А вот еще вопрос. Периферическая нервная система отвечает за реакцию бей и беги. Наверное, похожая реакция должна обрабатываться как-нибудь в центральной нервной системе, например, когда человек чувствует какую-то тревожность. Она, наверное, же похожа как-то. Во-первых, это симпатическая нервная система, а периферическая это просто значит, что как бы нет периферическая нервная система это нервы и гангли, которые вне центральной нервной системы. А вот это другое разделение это было разделение по функциям скорее. Симпатическая нервная система, да, она связана с реакциями би или беги, но естественно это, то есть тут будут какие-то рефлексы, которые без нашего сознания будут происходить, да, это будет в основном ответа за счет более древних структур мозга, не за счет коры больших полушарий, но естественно обработка всей этой информации происходит в центральной нервной системе. Сами нервы, которые передают информацию на органы, в кишечник, что нужно сейчас перестать переваривать пищу или на мышцы, что нужно сейчас мобилизировать все ресурсы и бежать, сами нервы никакой обработки информации не производят, они только передают сигнал от центральной. А, поняла, спасибо. Если больше нет никаких вопросов, то там сегодня должен открыться, если не ошибаюсь, сегодня должен открыться тест, он состоит из семи вопросов, и его нужно сделать до следующего четверга, он несложный. Вот. Можно еще вопрос задать? Да, пожалуйста. Вот про контакты, взаимодействие, там был слайд, мне кажется, или я неправильно понял, вот есть щелевые контакты, а есть межклеточные контакты. Мне кажется, что они очень похожи концептуально, нет? Вы имеете в виду вот это и типа вот это вот? Ну, наверное, да. Нет, смотрите, здесь как бы фишка именно в том, что тут как бы просто межклеточные контакты это как бы общий термин, который все эти вещи в принципе объединяет. Ну, а здесь вот шла речь про адгезивные контакты, то есть это просто заякоривание клеток одна за другую, это механическое связывание, то есть эти вот белки трансмембранные, они сначала определяют, что ага, это та клетка или тот компонент межклеточной среды, с которым мне нужно связаться, и потом они образуют такие как бы связки именно с целью механического удержания. ткани, а здесь функция канала, функция этого контакта не механическая, а именно она заключается в том, что здесь присутствуют каналы в мембране, которые связывают либо внутреннюю среду клетки с внешней, если это полуканал, вот как вот здесь вот справа, либо они связывают внутреннюю часть клетки одной с внутренней частью клетки другой, то есть эти каналы обеспечивают как бы обмен ионами, например, или другими мелкими молекулами, или же в некоторых случаях это, ну, за счет того, что может происходить обмен ионами, также возможно проведение электрического сигнала, и это как раз электрический синапс тогда. Ага, я понял. Ты ответила? Да, спасибо. Так, а можно вопрос по поводу перехватов ранвье? Зачем они нужны и почему бы не заизолировать вообще весь аксон от начала и до конца? Это хороший вопрос. Все-таки какое-то количество каналов должно присутствовать на мембране, чтобы сигнал передавался дальше. Если изолировать полностью все фолокно, то импульс не пойдет. Именно поэтому перехваты расположены приблизительно всегда на одном расстоянии, по-моему, порядка 350 микрометров. То есть дальше, чем на таком расстоянии, если будут находиться вот эти вот каналы в мембране, то импульс не сможет пройти по полокну. Спасибо. И еще вопрос. А с какой скоростью примерно передается по аксону сигнал? То есть там примерно. То есть там была картинка с этим динозавром. Если его там в каком-то месте повредили, то как скоро ему придет сигнал в голову и придет обратно? Вот, это хороший тоже вопрос. Именно поэтому для более крупных организмов как бы передача через немиллионизированные волокна она не очень подходит, потому что на большие расстояния со скоростью, с которой нервный импульс идет по немиллионизированному в окно передать не получится. Вот, конкретно какая скорость передачи нервного импульса, это, я думаю, информация гуглит очень быстро, я не могу ответить на этот вопрос, но различия там значительные. То есть миллионизация, она появилась позднее в эволюции, просто нейроны без такой оболочки появились. И это, как правило, именно в тех случаях, когда нужно быстро передать информацию. Вы, на самом деле, можете попробовать на себе немножко оценить, насколько разная скорость. Вот, я не знаю, может быть, вы замечали когда-нибудь, что если удариться там, не знаю, ногой в какой-нибудь угол кровати, то сначала приходит одна волна боли, а потом через какой-то небольшой задержкой приходит другая, и вот она уже посильнее. Это потому, что у нас есть чувствительные волокна, одни, которые миеллинизированы, и по ним сигнал идет быстро, а другие не миеллинизированные болевые волокна, по которым сигнал идет гораздо медленнее. И вот это именно вторая вот эта вот волна, которая приходит с задержкой, это не миеллинизированные волокна. Спасибо большое. А скорость конкретно посмотрите, пожалуйста, я, к сожалению, Ну, я думаю, что она разная, там еще, наверное, как бы еще, я так понимаю, что, вот, да, еще вопрос, прошу прощения, да, вот, там был разный там треш-шолд, как бы, да, срабатывание, я так понимаю, что он тоже ведь разный, в разных клетках, ну, срабатывание нейронной клетки, или он там одинаковый. Нет, он не одинаковый, но на самом деле там порядок приблизительно будет примерно один и тот же. То есть там он будет отличаться, но он не будет отличаться прям супер сильно. Спасибо. различные треш-холды и, собственно, вариативность спайков с учетом этих треш-холдов буду рассказывать я там в следующих лекциях. Да, забыла сказать, про это тоже будет еще. А вот вопрос про, ну, изолированные и неизолированные аксоны, то есть кажется, что изолированные делать ну, как-то лучше, потому что там сигнал передается быстрее, но поскольку есть неизолированные, то, видимо, изолированные делать как-то энергетически сложнее. Простите, вы не могли бы повторить у меня? Кажется, я тут что-то не то нажала, и я не слышала о вас какое-то время. Ну, вот у меня вопрос про изолированные и неизолированные аксоны, потому что, ну, логично, что по изолированным передается быстрее, и хотим передавать сигнал быстрее, и давайте все аксоны делать изолированными, но поскольку есть и неизолированные, то, наверное, те, которые изолированы, они сложнее устроены, их сложнее делать. Ну, в целом, да. Как аналогию я могу привести изолированный, вот у вас есть изолированный и неизолированный провод, но когда вы говорите о проводах, то изоляция — это у вас что-то неживое. Изоляцию в живых системах осуществляют клетки, у которых есть свои метаболизмы, которые требуют затраты энергии, естественно. Поэтому если вы хотите заизолировать все, вы учитываете, что количество энергии, которое вам придется на клетки, которые эту изоляцию будут обеспечивать, затратить, она у вас будет расти. А какой примерно процент у разных организмов в соотношении изолированных и неизолированных клеток? Примерно две трети у нас с вами изолированные. А у животных у них сохраняется это отношение или у них, наоборот, больше неизолированных? Ну, смотрю, у каких животных. У позвоночных сохраняется, у некоторых беспозвоночных не сохраняется. Спасибо. Ну, если больше нет никаких вопросов, то, наверное, мы можем заканчивать. Дима, что ты думаешь? Да, я думаю, что раз вопросов больше нет, можем заканчивать. София, большое спасибо. Спасибо всем. И да, будет тест. Ну, я уже сказала. Вот. Ладно, тогда всем пока. Большое спасибо. Спасибо за лекцию. До свидания. Продолжение следует...